МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Рунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Нагрудные благодарственные письма в Центре культуры и досуга выпускникам Саровского физтеха вручили дипломы. Секрет счастливой семейной жизни в День семьи, любви и верности в Молодежном Центре прошла торжественная церемония награждения. Связь поколений в городском музее открылась выставкой Инессы Гришиной. Далее расскажем обо всем подробно. Более 200 юношей и девушек несколько лет ждали этого момента. Ежедневные лекции, бессонные ночи, тяжелые сессии. Студентам Саровского физтеха вручили дипломы об окончании института. Этот день один из главных в жизни каждого студента. Именно ради него юноши и девушки не один год грызут гранит науки, проводят бессонные ночи за учебниками и зубрят лекции. Уважаемый бакалавр, я очень рассчитываю, что вы продолжите обучение в нашем вузе. Ну а магистрам я желаю уверенно идти к намеченной цели. Ведь для того, чтобы определиться, у вас было достаточно времени. Это и школьные годы, и студенческие годы. Когда вы познавали себя, познавали окружающий мир, сталкивались с трудностями и преодолевали их. Как признаются сами преподаватели, этот выпуск особенный. В 2015 году все высшие учебные заведения страны перешли на двухступенчатую систему образования. И в Саровском физтехе появилось шесть новых магистрских программ, студенты которых этим летом выпускаются впервые. Еще одна особенность выпуска – ребята получают целых два диплома. Уже второй год подряд мы реализуем, так сказать, указания директора федерации НЕФ Костякова Валентина Ефимовича, то, что студентам вручаются дипломы о повышении квалификации в области цифрового предприятия. В этом году Саровский физтех выпустил более 240 студентов. На сцене Центра культуры и досуга в НЕФ, тем, кто принимал активное участие в жизни института, были вручены благодарственные письма за успехи в научно-исследовательской, общественной и спортивной деятельности. Ну и, конечно, каждый сидящий в зале получил заветный диплом и нагрудный знак МИФИ. Это те студенты, которым всегда грустно расставаться, тем более, что они уже состоялись и как специалисты, и хорошими студентами стали. Наконец-то, все-таки за шесть лет учебы приобретаешь очень-очень много и человеческих ценностей, а не только научных ценностей. И когда видишь, что выпускаешь не просто студентов, но и хороших человек. Эти ребята уже завершили один из главных этапов жизни. Но им еще только предстоит преодолеть немало трудностей и совершить большое количество новых открытий. Мария Рунч, Владимир Сеников, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Воровство в магазинах и в интернете, угоны и дорожно-транспортные происшествия. На минувшей неделе сотрудники полиции приняли более 60 заявлений от граждан. О самых серьезных правонарушениях расскажем в следующем репортаже. По словам Саровского отделения УВД, чаще всего на этой неделе граждане обращались в полицию с заявлениями о кражах и мошенничествах. Самые серьезные из заведенных дел связаны с серийными кражами из продуктового магазина, по-видимому, совершенными одними тем же преступникам или группой лиц. Неизвестные лица похищали спиртные напитки. Причем стоимость похищенного одна и та же. То есть напиток пользуется спросом неоднократно. Особой циничностью отличилась еще одна кража этой недели. Житель нашего города установил на своем доме систему видеонаблюдения, вероятно, для защиты жилищ от воровства и порчи имущества. Однако в результате были украдены элементы самой системы. Сам видеорегистратор остался на месте, а камеры, к сожалению, пропали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Еще одно из заявлений связано с фактом онлайн-мошенничества. Сорощанка попыталась купить авиабилеты через интернет-сервис, но столкнулась с недобросовестным продавцом. Всего в течение недели было зарегистрировано более 60 заявлений. Около половины дел на данный момент раскрыто. Серьезных нарушений закона за это время отмечено не было, что позволяет надеяться на снижение уровня преступности в городе. Марина Култыгина, Владимир Есеников, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Администрация Сарова в ближайшее время направит в Министерство экономического развития Российской Федерации проект по расширению границ города. Планируется, что Саров увеличится более чем на 600 гектаров. Это земля Дивеевского района и Республики Мордовия. Таким образом, площадь нашего города увеличится на 2,9%. По словам администрации, новая территория Сарова будет открытой, что поможет развитию бизнеса. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 11 июля с 10 до 14 часов прокуратура области проведет горячую линию по вопросам противодействия незаконному обороту наркотиков. Сообщить сведения о местах распространения или продажи наркотических средств и психотропных веществ, о фактах организации или содержания наркопритонов, о реализации аптечными учреждениями без рецептов наркосодержащих препаратов можно по телефону 8 831 414 2220. Саровчане вновь примут участие в фестивале «Поля боя». Военно-историческое общество «1945» получило приглашение на крупнейший в России фестиваль военно-исторической реконструкции «Поля боя-2017». Мероприятие пройдет с 14 по 16 июля в районе деревни Нелидово Московской области на месте легендарного подвига 28 панфиловцев. В этом году саровчане выставят 20 реконструкторов, а также два автомобиля – немецкий «Кюгельваген» и советский «Газ-67». Приобрести билет на мероприятие можно на официальном сайте фестиваля. Саровская легкоатлетка выступила в составе Нижегородской сборной на российских соревнованиях, которые проходили с 7 по 10 июля в Пензе среди юношей и девушек 2002-2003 года рождения. Воспитанница заслуженного тренера России Марины Мачкаевой Мария Девяткина в составе сборной команды Нижегородской области заняла четвертое место в эстафете 4 на 100, была пятой в беге на 200 метров и седьмой на 100 метровке. В младежном центре прошел торжественный прием, приуроченный ко Дню Семьи, Любви и Верности. Памятные подарки получили семейные пары, которые в этом году стали родителями в четвертый и в пятый раз. Также медалями были награждены семьи, которые живут в браке более 40 лет. И вашим детям вручается памятная медаль родившегося в Сарове. В семье Андрейчиковых в этом году родилась тройня. Александр и Оксана не скрывают своего счастья. Для них дети – это самое прекрасное, что может быть в жизни. И на этой торжественной церемонии родителям трехмесячных малышей вручили свидетельство о рождении сыновей, а также памятные медали. Ты даже не осознаешься, что стали многодетной семьей. Как-то это все так случилось неожиданно. Дети, конечно, были долгожданными. Мы очень удивились, когда узнали, что настроение. Обрадовались. Также памятные подарки получили семьи Суровых и Долженых. В этом году они отпраздновали рождение четвертого ребенка. А Горькаевы и Бутузовы стали родителями уже в пятый раз. Еще две семьи получили памятные медали за любовь и верность. Леонид и Галина Артемовы живут вместе уже 60 лет и знают секрет счастливого брака. В браке надо ценить достоинство и к недостаткам относиться к философски, а самое главное – иметь прощать. Кроме того, в рамках праздника были подведены итоги конкурса фотографии «Радость отцовства», где победители выбирали сами зрители с помощью голосования в социальных сетях. Мы пытаемся это мероприятие наполнить особенными событиями. Мы стремимся поднять статус семьи не только этим мероприятием. Конкурс «Лучший папа», «Самая обаятельная семья» и сегодняшний фотоконкурс, он тоже пользовался популярностью. И еще раз показали, насколько важно папа в семье. Праздничную атмосферу мероприятию добавили выступления творческих коллективов молодежного центра. Ирина Вышегородцева, Сергей Слободин, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. В Сарове открылась выставка Инессы Гришиной под названием «Разговор». В экспозиции представлена работа не только самого педагога детской школы искусств, но и ее деда, который был архитектором нашего города. Работы маслом, акварелию, а также фотографии и почетные грамоты. В городском музее саровчане смогут увидеть родной город с другой стороны. Экспозиция стала своеобразным разговором двух поколений. Инесса, внучка архитектора «Разамаса-16» Николая Васильевича Кузнецова, который положил начало созданию парков и скверов, создал монумент «Вечный огонь». Помимо любимой работы Николай Васильевич рисовал маслом. На каждом эскизе есть особая фишка – рука самого художника, создающая связь между ним и зрителем. Он работал широким мазком и где-то прорисовывал более тонко. Мне очень нравятся его карандашные зарисовки. Он никогда не использовал ластик, и у него такой очень живой рисунок. Инесса Гришина, в свою очередь, рисует акварелью. Она закончила Нижегородскую архитектурно-строительную академию по специальности архитектура. И вот уже более 20 лет преподает на архитектурно-художественном отделении детской школы искусств. Благодаря ее способности преподносить и доносить детям азы художественного творчества, благодаря ее таланту, наши юные старовчане имеют возможность вырасти личностями современными, инициативными и гибкомыслящими. В свободное время Инесса создает графические работы и пробует новые техники прикладного творчества. На выставке можно увидеть ее пейзажи и графические зарисовки, посвященные родному городу. Мария Ирунич, Владимир Сенников, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Воспитанники станции юных натуралистов приняли участие в экспедиции экологического десанта на территории Мордовского заповедника. Полевые исследования проводятся на Павловском кордоне уже второй год подряд. Какие открытия сделали ребята в этом году, расскажем в следующем репортаже. Несмотря на то, что юные биологи еще учатся в школе, к научной работе они подошли серьезностью профессиональных исследователей. За неделю, проведенную в заповеднике, ребята изучили, проанализировали и собрали большое количество данных о флоре и фауне нашего края. Эта масштабная работа ляжет в основе их исследовательских проектов. Мы все успели выполнить все исследования в полном объеме и, надеюсь, уже где-то к декабрю родится уже научный труд, с которыми ребята могут выступать на разных конференциях и конкурсах. Ксения Свиягина вместе со своим научным руководителем исследовала экосистему болот заповедника и составляла их геоботанические описания. В процессе сбора и классификации видов болотных мхов ей удалось совершить удивительное открытие. При помощи микроскопа мы определяли каждый вид мха. Всего у нас получилось 16 видов и один из них оказался редким для Мордовии, то есть мы нашли его впервые. В прошлом году объектом исследования Дарьи Комаровой были млекопитающие заповедника. В этот раз ее заинтересовали лесные птицы, которым она и посвятила свою новую научную работу. Полевые исследования, включавшие в себя утренние и вечерние учеты, позволили получить интересные сведения. Также мы выявили, что было некоторое нетипичное гнездование у некоторых видов птиц, в частности у серой мухоловки. Также было встречено несколько видов, которые не встречались в прошлом году на той же территории. В экспедиции на Павловский кордон приняли участие 7 воспитанников станции ЮНАТОВ и их научный руководитель Марина Алексеевна Макеева. Несмотря на погодные условия, всем ребятам удалось закончить свои исследования в срок и подготовить материал для создания полноценных научных работ. Марина Култыгина, Владимир Есеников, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. В Татарстане прошел чемпионат России по самбо. В соревнованиях приняло участие более 200 человек из разных регионов страны. Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска и многих других. Бронзовую медаль получил мастер спорта по самбо Юрий Пенегин. Саровчанин выступил в возрастной группе 40-44 года в категории до 100 килограмм. На чемпионате России по самбо среди ветеранов 2017 Юрий Пенегин занял третье место. Результатом сам спортсмен недоволен. Говорит, для победы не хватило подготовки. Достаточно высокий уровень. И поэтому подготовка должна быть соответствующая. Это не чемпионаты городов или тех же, например, я был в Петербурге на чемпионате города. Разница, конечно, есть. Потому что со всей России все-таки приезжают люди, готовятся. Поэтому надо готовиться как следует. И то, что я третьим стал только в этом году, то это показывает о том, что подготовка недостаточно была. Как рассказывает председатель Федерации рукопашного боя и друг чемпиона Андрей Иванов, к таким масштабным мероприятиям Юрий готовится достаточно долго. И несмотря на травму запястья левой руки, которую спортсмен получил в апреле в Москве на чемпионате, он сумел мобилизоваться и выступить на все 100. Юрий показал такие блестящие результаты. Это действительно подвиг спортсмена. Потому что после такого длительного перерыва сумел мобилизоваться, сумел начать опять тренировочный процесс, набрать функциональные свои способности и показать такой результат и на российском, и на международном уровне. На сегодняшний день цель Юрия – выполнить разряд мастера спорта по борьбе самбо. А в конце октября он отправится в Грецию на чемпионат мира по самбо. Ирина Вышегородцева, Сергей Слободин, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями нашего города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин